В Москве выставлены на аукцион сразу несколько исторических зданий в центре города. Старинные особняки сдают в аренду по символической цене – 1 рубль за квадратный метр. Использовать их можно как угодно, с одним лишь условием. Арендатор должен полностью восстановить исторический облик здания. Репортаж Александра Карпова. Культурное наследие уходит с молотка. Но всё легально и законно. Первый аукцион по сдаче памятников в аренду на экспериментальных условиях рубль за метр и с обязательной реставрацией провёл департамент имущества Москвы. Лот номер 1. Бород Москва. Николаевская улица, дом 52, строение 1. Первый сюрприз. Лот при стартовой стоимости аренды 3,5 миллиона в год уходит в пятеро дороже за 16,5 миллионов. При том, что речь о развалинах. Из описания лота главный фасад имеет характерный для 19 века эклектичный декор. И мел. Никакого фасада больше нет. Попробуем сюда пройти через какие-то завалы, через какую-то помойку. Ужасно. Всё здесь брошено уже на протяжении многих лет. А был когда-то очень хороший памятник. То есть это была усадьба Баулиных. Памятник 19 века. Ещё в 2006 здание было целым. Но его отдали в аренду как раз под обязательную реставрацию. Арендатор испарился сразу после того, как была разобрана кровля и рухнули стены. Этого, говорят в департаменте имущества, не должно повториться. Подписывается охранное обязательство, в соответствии с которым неотъемлемой частью является план работ по реставрации и сохранению объекта культурного наследия. Штрафная санкция взимается равная половине размера годовой арендной платы. А, расторжение. Но главное новшество, как только арендатор вернёт руинам исторический вид 19 века, вместо 16 миллионов в год он будет платить за здание 704 рубля 90 копеек. Срок аренды 49 лет. Арендатор имеет право обратиться за пересчётом арендной ставки до 1 рубля за квадратный метр. Департамент имущества пересчитает арендную ставку. Идея ради сохранения исторических памятников отдавать их в аренду за символическую плату хороша и проверена временем. Но если в Европе за 1 евро или фунт отдают в аренду реставрацию легендарные замки и дворцы, то в Москве всё начинается несколько иначе. 20 миллионов 50 тысяч 1 рубль. Три. Торги закончены. Второй лот под Сосинский переулок. Рекордные 20 миллионов при стартовой цене 6,5. Описание, декор фасадов конца 19 века, угловая пилястра, парадная лестница с металлическим ограждением. На деле барак бараком. Чоп, якобы охраняющий здание, отсутствует, крыша вскрыта. Так делают обычно, чтобы здание вымерзло и обрушилось, освободив дорогую землю. Покупатель предпочёл не раскрывать тайного способа восстановления дворца в стиле модерн из этой гнилушки. Недвижимость эта в вами будет использоваться как? На значение. Ну, что вы предполагаете там сделать? Интересно. Ну, вы знаете, я, наверное, сейчас не готова делиться с вами этой информацией. В случае удачной реставрации арендатор будет платить не 20 миллионов в год, а 993 рубля. Практически даром. И, наконец, третий памятник. Николаемская улица, дом 47. Поначалу казалось, что он уйдёт за максимальную цену. Это главный дом усадьбы, который относился к усадьбе Морозова. Представляет большую цену. К сожалению, жалко, что неизвестно, что там внутри. Однако именно этот лот и заинтересовал арендаторов меньше всего. 13 миллионов 790 тысяч 825 рублей. Три. Номер 79. Вы подтверждаете эту цену? Как бы там ни было, первый опыт признан удачным. Департамент имущества Москвы готовит список следующих 10 памятников аукционных лотов. Александр Карпов, Рубен Миробов, Ринат Гореев. Вести. Москва.